Здравствуйте! В эфире канала Россия. Итоговая информационная программа. События недели. На этой неделе состоялась традиционная прямая линия с Рашидом Тимрезовым. За один час глава региона ответил на вопросы жителей республики. Осталось неизменным место проведения студия телевидения ГТРК Карачаева-Черкесия. Вопросы, которые интересовали людей, касались здравоохранения, образования, ЖКХ, модернизации транспортной сети и многого другого. О главном медиа событий этого дня и о том, что осталось за кадром, расскажет Альбина Ламкова. До эфира совсем немного. Техническая группа и надлежащая аппаратура тщательно подготовлена заранее. Но это прямая трансляция. Важна любая секунда. А чтобы не было казусов, весь процесс контролируется в центральной аппаратной. В ней работает профессиональная команда технических инженеров во главе с режиссером. Здесь все на старте. Что не скажешь про колл-центр, куда еще задолго до начала прямой трансляции. И во время ее проведения стали поступать обращения граждан. Звонки от жителей республики идут друг за другом с воскресенья с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Их содержание записывает и обрабатывает специалист. Затем эту информацию передают в студию прямого эфира и озвучивают, чтобы о проблеме из первых уст узнали и решили. По статистике на вчерашний день поступило более 200 звонков. Наравне с этим фиксируются, регистрируются все обращения, которые поступают в социальных сетях под анонсами. У прямой линии главы республики. Обращения разные. Есть вопросы от ребятишек, которые просят чудо к Новому году, подарить им подарки, Деда Мороза и так далее. В этом году характер обращений отличается от предыдущих тем, что люди начинают свои обращения с благодарности. Время прямого эфира подошло. Все на местах. Ведет программу директор ГТРК Корчаева-Черкесия Светлана Казиева. Руководитель субъекта Рашид Темрезов, приветствуя всех, рассказал, каким был уходящий 2022 год. Каким был уходящий 2022 год? Наверное, в первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, Светлана, весь коллектив ГТРК за такую возможность, которую мы каждый год имеем в плане того, чтобы провести прямой эфир с жителями нашей республики. Если говорить о годе уходящем, конечно, он был непростой. А затем прозвучал первый звонок и вопрос в студию от Рустама Шевхужева, тренера по вольной борьбе в 6-й школе Черкесска. Он говорил о просьбе купить спортивное оборудование. В итоге борцовский ковер будет приобретен. Одна из главных тем в стране – частичная мобилизация. Поэтому эта тема была затронута из станицы Кардоникской от Фатимы Эркеновой. В ходе прямой линии глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов, отвечая на вопросы жителей, отметил, что семье каждого участника СВО назначат единовременную выплату к Новому году в размере 20 тысяч рублей. Что вообще касается специальной военной операции, мы все с вами обратили внимание, как на решение нашего верховного уголовного командующего, президента Российской Федерации, все наше общество отреагировало. И жители Карачаева-Черкесской Республики, ребята, которые были мобилизованы, ребята, которые ушли добровольцами, я практически с каждым общался, знаю очень многих, лично знаю. Я хочу в первую очередь поблагодарить их, поблагодарить их родителей за то, что воспитали таких достойных сыновей, достойных сыновей нашего Отечества, нашей Республики. Далее звучат вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. Они всегда в рейтинге самых актуальных. На этот раз Татьяна Орлова, проживающая в станице исправно, переживает, что закроют стационар. Говорит, нет врачей, сокращена лаборатория. По поводу нехватки медицинских кадров, на самом деле, действительно, эта проблема существует. И, вы знаете, я получаю много подобных вопросов в последнее время, обращений от жителей Республики. В основном это касается жителей сельской местности, которые говорят о том, что это касается и станицы исправной, и станицы Кордоникской, и села Дружба, и многих других населенных пунктов, где действительно вызывает обеспокоенность закрытие, ну, как в обращениях я слышу, это закрытие дневных стационаров. На самом деле, о закрытии дневных стационаров речи не идет. Есть вопрос о переводе круглосуточных стационаров в дневные. А еще Рашид Борисбеевич сообщил радостную весть. Скоро откроется детская школа искусств в Черкесске. Не обошли стороной вопросы и о спорте. Поступило видеообращение на эту тему. Меня зовут Мащенко Сергей Викторович, я руководитель футбольной школы «Академия футбола» города Черкеска. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Я смотрю и мечтаю о том, чтобы когда-то наши воспитанники играли на этом чемпионате мира по футболу. Конечно, футболу мы будем уделять внимание. Ранее я на открытии нашего центрального стадиона «Нарт» в сентябре месяце объявил о том, что с 2023 года команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. В ходе часовой беседы с жителями республики был затронут ряд вопросов, поступивших накануне и непосредственно в прямом эфире. Темы абсолютно разные. Больше всего людей интересовала информация о продолжении благоустройства республиканских территорий. Еще проблема водоснабжения, ЖКХ и вопросы газификации. Кстати, в республике на 100% будут газифицированы все населенные пункты до конца 2025 года. Были личные просьбы по оказанию мер социальной поддержки. Была поднята тема строительства новых социальных объектов. Глава региона во время проведения прямой трансляции поручил правительству региона создать карту автобусных пассажирских маршрутов в Карачаево-Черкесии в срок до 1 января 2023 года. У нас время стремительно подходит к концу. Остается всего одна минута. И я успею только спросить, что пожелаете жителям Карачаева-Черкесии в наступающем году? Я хочу пожелать жителям нашей родной республики мира, добра, благополучия, семейного счастья, нашим старшим крепкого здоровья, нашим младшим, чтобы они росли самыми умными, красивыми, сильными, воспитанными. Хочу пожелать, чтобы наша республика процветала, чтобы все поставленные задачи, которые в первую очередь перед нами ставят население наше, руководство нашей страны, мы их неукоснительно исполняли. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Общение с народом было не длинное, но динамичное. Многие вопросы, конечно же, должны решаться на местах. Но вот такой формат бывает очень полезным, так как некоторые проблемы на уровне главы региона сдвигаются с мертвой точки. Уже сегодня за просьбами многих последовали поручения от Рашида Темрезова в адрес республиканских и местных органов власти. По вопросам, не прозвучавшим в эфире, но принятые операторами колл-центра, будут даны письменные ответы в ближайшее время. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках официального визита в Карачаево-Черкесию полномочного представителя президента России ВСКФО Юрия Чайки состоялась двусторонняя встреча с главой республики Рашидом Темрезовым, в ходе которой подвели предварительные итоги социально-экономического развития региона за 2022 год. Юбилейный год для региона был достаточно успешен. В Карачаево-Черкесии решались задачи, поставленные президентом и правительством России. В 2022 году в республике было открыто 127 объектов, из которых 97 введены в эксплуатацию досрочно. В регионе практически 100% исполнение всех нацпроектов. На следующий год поставлена задача создания новых высокотехнологических рабочих мест. Бюджет Карачаево-Черкесии на 70% социально ориентированный. Вместе с тем в регионе должен увеличиваться налоговый потенциал. В первую очередь в промышленных производствах, сельском хозяйстве, туризме. В конце этого года сдаются две крупные малые ГЭС. Стороны также обсудили вопросы создания инновационных технопарков. После председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Президиума Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев вручил полномочному представителю президента России в СКФО Юрию Чайке орден за заслуги перед умой первой степени за большой вклад в развитие ислама, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей в обществе. В год столетия образования Карачаева-Черкесии в республиканской столице состоялось открытие первой соборной мечети, которая станет одним из самых величественных культовых сооружений ислама. Долгожданную радость мусульман разделили высокие гости – полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайка, глава республики Рашид Темрезов, лидеры духовенства Северного Кавказа и другие. Об одном из самых праздничных дней в истории многонациональной и многоконфессиональной Карачаева-Черкесии. Смотрите подробности. К началу церемонии открытия мечеть заполнили верующие, приехавшие из всех городов и районов республики, прибыли и гости из соседних регионов. С приветственным словом к собравшимся обратился полномочный представитель президента ВСКФО Юрий Чайка. Мечеть станет одним из самых крупных священных мест для мусульман Северного Кавказа. Реализация данного проекта стала возможна благодаря совместным усилиям органов власти и местного сообщества. Представители духовенства вносят огромный вклад в дело развития Карачаева-Черкесии. Одним из самых важных и праздничных дней в жизни республики назвал Рашид Темрезов открытие соборной мечети и отметил, что на этом строительство не заканчивается. Мы приняли такое решение, что следующим этапом, следующее строительство, это будет строительство республиканского мадресе в городе Черкесске, которое мы начнём в следующем году. Выступая перед собравшимися, лидеры традиционных конфессий отметили неоценимую важность и значимость соборной мечети не только для верующих, но и в целом для всех жителей республики. Люди приходят сюда, чтобы перед Всевышним открыть свою душу, попросить, что ему надо, и получить этот Всевышний. Знаково, что сегодняшнее событие совершается в год столетия государственности Карачаева-Черкесии. И это значимое событие является ещё одним важным убеждением того, что мы достойно продолжаем традиции, оставленные на нашей земле нашими предками. Мечеть всегда была центром культуры, центром знаний, центром всех социальных вещей. Это был центр жизни мусульман. И, конечно, оно имеет и политическое значение, личное значение для каждого человека, значение в образовательной структуре, в образовательной сфере, в жизни мусульман. Мечеть – это дом всемогущего создателя на этой земле. А, безусловно, Джума-мечеть – это большая радость не только для жителей Карачаева-Черкесии, но и для нас, мусульман Ставропольского края и Северного Кавказа. Центральная соборная мечеть названа именем Ханафитской правовой школы суницкого направления ислама имама Абу-Ханифа. Её общая площадь составляет более 4000 квадратных метров. Мечеть возведена в стиле византийской архитектуры, дополненной элементами мусульманского зодчества. Она имеет 4 минарета высотой более 50 метров, 33 купола и 220 окон. Здание рассчитано на несколько тысяч прихожан. Общая вместимость здания составляет около 7 тысяч человек. А с учётом прилегающей территории, в праздничные дни здесь смогут помолиться около 20 тысяч мусульман. На территории мечети благоустроены два фонтана – детская площадка и зона отдыха. А вокруг всего здания предусмотрены парковочные места. Мрад Сентьюзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке. Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года со скидкой. Без первого взноса и переплат от Снежки. Черкесск. 17 по 21 декабря. Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок. 585 золотой. Лучший момент. Сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом. Всего от 4680 рублей. Лучший момент. Сейчас. 585 золотой. Уважаемые представители рода Семеновых. Фамильным советом ведется работа по подготовке издания, посвященного истории рода. В связи с этим обращаются с просьбой предоставить информацию и фотоматериалы о представителях ветви Семеновых, отличившихся в той или иной сфере деятельности. Просят принять активное участие, так как подготовка издания завершается в январе 2023 года. По всем вопросам обращаться по номеру 8-928-386-42-24. Арсен. Материалы отправлять на электронную почту семенов.книга.собакамайл.ру На минувшей неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с начальником главного управления МВД России по СКФО Сергеем Бачуриным провел совместное заседание антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Основная тема – консолидация сил и средств органов государственной власти, безопасности, правоохранительных структур и МЧС в преддверии новогодних праздников. В этом году мы сознательно отказались от излишне праздничного контента, массовых гуляний и праздничных концертов. Но вместе с тем все новогодние утренники и представления для детей пройдут согласно плану. «Новый год – это прежде всего праздник для детей. Мы должны обеспечить не только его организованное проведение, но и обеспечить должный уровень безопасности», отметил глава Карачаева Черкесии. В ходе совещания обозначили комплекс мероприятий по усилению мер общественного порядка на период новогодних праздников и каникул, особенно в местах массового скопления детских коллективов. Рашид Тимрезов высказал уверенность, что в республике налажено тесное взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, в том числе с Главным управлением МВД России по СКФО. Все работают четко, понимая главную задачу – обеспечение безопасности людей и государственных интересов. Такое сотрудничество позволяет спокойно решать социально-экономические задачи, сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация в регионе. Затем глава республики Рашид Тимрезов за весомый личный вклад в укрепление правопорядка и борьбу с преступностью вручил начальнику Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковнику полиции Сергею Бочирину высшую награду республики – орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Руководители региона считают, что подразделение, которое возглавляет Сергей Викторович, вместе с коллегами из республиканского МВД в течение многих лет достойно несут службу в тесном сотрудничестве с органами государственной власти Карачаева-Черкесии, профессионально выполняет поставленные задачи по обеспечению правопорядки и безопасности. Рашид Тимрезов выразил благодарность за совместную работу и вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе. Состоялась очередная 43-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии, на которой депутаты рассмотрели ряд законопроектов. А наиболее важных из них смотрите далее. Депутаты единогласно приняли решение о внесении изменений в закон об оказании бесплатной юридической помощи. В соответствии с ним расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение услуг, оказываемых государственным юридическим бюро. Это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации, герои Советского Союза, вдовы и семьи погибших, умерших ветеранов боевых действий, реабилитированные лица и лица пострадавшие от политических репрессий. Также вдовы сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Согласно обновленному законодательству, отныне назначение и выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка будет осуществлять фонд пенсионного и социального страхования. Выплату будет осуществлять единое учреждение по единым правилам выплаты, потому что, учитывая то, что выплата будет включать шесть прежних выплат, это беременным женщинам на первого ребенка, на второго ребенка, на третьего последующего ребенка от трех до семи лет, от восьми до семнадцати лет, практически, конечно, эти выплаты осуществляются по разным правилам. Сейчас будет единое унифицированное условие выплаты. Для того, чтобы привести в соответствии с федеральным в региональный закон вводится понятие «инвалид». Это сделано в связи с тем, что действующее федеральное законодательство не отождествляет две категории – лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, признанных инвалидами. Также вносятся изменения в республиканский закон, определяющий правовое положение, основные задачи и полномочия уполномоченного по правам ребенка. Цель еще одного принятого законопроекта – консолидация в одном нормативно-правовом акте всех видов регионального государственного контроля и надзора, осуществляемых на территории республики. Депутаты поддержали изменения в проект закона о регулировании вопросов в сфере организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Цель этих изменений – снизить бюрократическую нагрузку, повысить оперативность и упростить процедуру капремонта. Всего депутаты рассмотрели 27 вопросов. Мурат Жантьёзов, Олибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Присяга на верность Российской Федерации. Важный государственный праздник – День Конституции отметился значимым событием для молодых сотрудников МВД. В торжественной обстановке 8 человек дали клятву служить Отечеству и народу. Мероприятие состоялось в Черкесске в музее МВД Покарачаева Черкесии. Слова присяги послушала и Альбина Ламкова. Ритуал принятия присяги всегда имел особое значение в системе воинских традиций. Поэтому место торжественного мероприятия было выбрано не случайно. Музей ведомства на протяжении многих лет хранит самые яркие моменты истории Министерства внутренних дел. Проведение церемонии присяги в его стенах оказывает особый, волнующий эффект в жизни каждого сотрудника. Гости торжества выразили уверенность в том, что все 8 человек, сказав слова присяги, будут хранить добрые традиции своих предшественников с достоинством продолжать дело старшего поколения. В службе выбранная ими профессия потребует гражданской зрелости, ответственности и уважения к правам человека. Молодые сотрудники уже прошли испытательный период с честью и достоинством. Из-за этого руководство МВД предоставило им право принять присягу, сказал обращаясь к ним заместитель Министерства внутренних дел Покорчаева Черкесии Михаил Дневалов. Он вспомнил то время, когда и сам торжественно произносил важные слова. Дело было в начале 90-х. «Была гордость за то, что я сотрудник органов внутренних дел. Нас построили на площади, около памятника. Мы торжественно прочитали присягу, были все красиво одеты. Молодым и немолодым сотрудникам при назначении на любую должность всегда у него будет наставник, который будет делиться опытом работы с ним». Ветераны пожелали молодому поколению сотрудников добросовестно исполнять служебные обязанности, в полной мере реализовывать полученные знания в работе, а также выразили надежду, что текст присяги станет для молодых сотрудников главным ориентиром в их службе. «Сегодня великий праздник. Сегодня принятие День Конституции. Сегодня великий праздник присяга. Это святое дело, ребята». Действительно, для молодых сотрудников испытательный период в их службе закончился. «Теперь они в полном объеме будут выполнять поставленные перед ними задачи и еще с большей ответственностью служебный долг». «Для меня сегодня был волнительный, знаменательный день. Произнесенные мной слова клятвы буду соблюдать. Чтобы быть хорошим сотрудником, нужно быть честным, ответственным и внимательным к людям». Еще молодым ребятам, принявшим решение связать свою жизнь с полицией, пожелали, чтобы на протяжении всей службы каждый из них не отступал от слов присяги стать защитниками правопорядка. В заключении торжества его участники сделали общее фото на память. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В управлении Роспотребнадзора Карачаева, Черкесии состоялась пресс-конференция, в ходе которой говорили об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу. Главный санитарный врач республики Сергей Бескокотов отметил, что прививки против гриппа получили 60% населения. Самые высокие показатели прироста заболеваемости за неделю отмечены среди взрослого населения. По результатам мониторинга, эпидемические пороги не превышены. Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно заразны. При заболевании им отмечается резкое ухудшение состояния, повышение температуры, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Особенно тяжело он протекает у маленьких детей и пожилых людей. Точечно принимаются меры по приостановлению учебного процесса или по переводу детей на дистанционное обучение. В случае, если заболеваемость в учебном заведении превышает 30% от количества учащихся, директор школы или директор в садика самостоятельно принимает решение и приостанавливает учебный процесс или, как я уже сказал, переводит на дистанцию. Нахождение дома при наличии симптомов болезни и не заниматься ни в коем случае самолечением. Свиной грипп, который у нас наблюдался несколько лет назад, немножко мы с новой коронавирусной инфекцией про него подзабыли и сейчас он вернулся. Как я уже говорил, где-то треть заболевших переносят это заболевание в более тяжелой форме. Эпидпороги по заболеваемости у нас в республике за прошлую неделю впервые превышены. Превышены они незначительно. Новая коронавирусная инфекция у нас не ушла. Мы ее ежедневно регистрируем. Есть заболевшие, но течение заболевания довольно-таки по сравнению с прошлыми годами. Заболевания проходят более в легкой форме. Вопрос обеспечения безопасности и защищенности граждан на курортах Карачаева и Черкесии является одним из важных. В знаменитых курортах Архиз и Дамбай прошли тактико-специальные межведомственные учения, во время которых отрабатывались возможные ситуации, которые могут возникнуть в условиях реально опасной ситуации. Алла Качиева подробнее. Безопасность гостей и жителей Карачева-Черкесии превыше всего. Туристическая отрасль в республике активно развивается. В последние годы поток туристов вырос в разы. И традиционно в преддверии горнолыжного сезона представители противопожарной службы, поисково-спасательного отряда МЧС России, Министерства туризма, курортов, молодежной политики, МВД и других экстренных служб проводят учения по отработке действий на объектах туристко-рекреационного комплекса. Во всесезонном популярном курорте Архиз прошло три этапа тренировки. По замыслу в поселке Романтик в одноименной гостинице произошло возгорание. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой помощи, представители газовой службы и электросетей. Силами подразделений произведена локализация и последующая ликвидация пожара. При помощи автолестницы сотрудники МЧС быстро эвакуировали условно пострадавшего с третьего этажа и передали в руки медицинских работников. На втором этапе учений были отработаны действия спасателей по эвакуации и спасению туристов в случае остановки канат на кресельной дороге. Причинами возникновения такой ситуации могут стать и отключение электроэнергии и погодные условия. Порой счет идет на минуты. Именно поэтому спасатели должны действовать четко и слаженно, что и было продемонстрировано на учениях. На третьем этапе спасатели успешно вызволяли лыжника и снежного плена. После завершения тактико-специальных учений состоялось совещание, на котором члены комиссии подвели итоги. Межведомственные тактико-специальные учения прошли в Донбайе. Мероприятия проводились в целях проверки готовности сил и средств взаимодействующих организаций к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, согласованности действий при поиске и спасении людей во время зимнего туристического сезона. Учения прошли на пяти учебных точках. В рамках тренировок был проведен строевой смотр группировки сил и средств, проинспектированы пожарно-спасательные подразделения. Практические мероприятия спасатели провели и на канатно-кресельной дороге на склоне горы Мусачтара. После практических мероприятий организаторы и участники учений провели совещание, где обсуждались вопросы, связанные с обеспеченными безопасностью пребывающих в республику туристов. Было отмечено, что все подразделения справились с поставленными задачами. В рамках празднования Дня Героев России на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» прошло открытие Музея боевой славы. Победа в конкурсе партийного проекта регионального отделения партии «Единой России» под названием «Историческая память» позволила полностью обустроить и создать необходимые информационные стенды. На открытии музея воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи рассказали об истории появления праздника Дня Героев России и о высоких военных государственных наградах. После все собравшиеся могли познакомиться с экспонатами, а ребята рассказали ценную историческую информацию о боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Важно отметить, что все материалы были собраны поисковым отрядом Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Одним из проектов, который реализует региональное отделение партии «Единой России» на территории Карачаево-Черкесской республики, называется партийный проект «Историческая память». В рамках этого проекта были проведены конкурсы. Конкурсы следопытских работ, конкурсы в школьных музеях, посвященные Великой Отечественной войне. В двух номинациях – городской музей и сельский музей школьный. Одним из победителей федерального уровня у нас стал музей Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкеска. С учетом богатой истории этого музея, его наполнения экспонатами, музей уверенно занял первое место и получил грантовую сумму в размере 500 тысяч рублей. Для нас победа школьного музея на федеральном уровне – это большая победа, потому что позволяет восстановить экспозицию музея, позволяет привлечь подрастающее поколение к тематике Великой Отечественной войны и показать на живых экспонатах все эти пути, которые прошла наша армия в годы Великой Отечественной войны. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года со скидкой. Без первого взноса и переплат от Снежки. Черкесск. С 17 по 21 декабря. Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок. Леша практически сразу пошел в военкомат. Потому что понимает, это важная задача защиты Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают теми мобилизованных. И поняла, что в такие моменты, как никогда, важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно, ну, очень много для счастья. Гоночные аттракционы. Изысканные деликатесы. Удивительные открытия. И в ямку бух. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Продолжение следует...